Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сказка, друзья, вас приветствует. Приветствует наш чекурашка, приветствует нас ваш мишка вексовский. Сегодня у нас замечательный, с одной стороны веселый, торжественный, а с другой стороны грустный день. Катерина Мельник, Олег Тимофеев присоединились к нам. Молодцы, присоединяйтесь, надеюсь, вы уже нагулялись сегодня. Присаживайтесь, Александр Васильев, да? Да, все правильно. Присаживайтесь, приглашайте к экранам детишков. Так вот, говорю, сегодня у нас и торжественный, и грустный праздник. Потому что сегодня мы заканчиваем чтение сказки «Не стреляй в городе». Михаил, Жакупов? Я купов. Я купов. Вот он присоединился. Очень хорошо, приветствуем. Так получилось, что, да, сегодня, если мне память изменяет 9 мая, и у нас, так сказать, победная глава выпала на этот день. И совпало с таким днем, интересным историей человечества, именно 73 года, если мне память не изменяет, а живу я давно, как сами понимаете. Вот 73 года, еще многие из вас не родились, даже, может быть, не родились ваши папы, мамы, а даже у некоторых еще не родились дедушки с бабушками. Когда 8 мая, или с 8 на 9, был один негодяйский негодяй, фамилия Гитлер, Адольф Гитлер, проиграл большое-большое сражение, свое большое-большое негодяйство. Вот. И это многие празднуют этот день, как победу. Но до настоящей победы во Второй мировой войне еще оставалось полгода. 2 сентября война таки закончилась. Вот. Все негодяи были побиты. Вот. Она как началась в сентябре, так и закончилась в сентябре. Но это не важно. Вот. Сегодня мы празднуем победу, а кроме этого, победу экологическую нашей сказки про не стреляя. Я надеюсь, я уже много чего сказал. Надеюсь, что пока я говорил, вы уже успели собрать детишков. Игорь Флор, Светлана Бустрова, Алексей Линчик, Олег Богданов, Давид Зельцер. Итак, мы тоже здесь собрались. Наш оператор эфира Елена Пинчук и Мишка Вексовский и Чебурашка все вас приветствуют. И мы сейчас расскажем эту историю. Чем дело закончилось, не стреляя? Предыдущая серия, девятая, закончилась тем, что наши герои, это не стреляй, Таня, мадам Григорьева, плюс Майска, щенок Майска и котенок, у которого еще нет имени, они оказались в полицейском отделении, которое, по велению волшебной золотой рыбки, стало вдруг рушиться. Ну, потому что там были плохие полицейские. И так вот, в последний момент Майска спас щенка, Майска спас котенка. Но сам чуть не провалился в пропасть, в который падали всякие полицейские и сейфы, и все такое прочее. И их подхватил, в последний момент не стреляя, и никто не упал в пропасть, и все наши герои выжили. Ну, а полицейские, естественно, провалились в пропасть, куда им положено к чатям собрать. Так вот, через минуту все закончилось. Затем грохот разрушений, и только волшебные колокольчики. Тихонечко продолжали звучать. Рассеировалась постепенно пыль, и пленники увидели, что они уже на свободе. Пропасть вокруг них была засыпана землей, и через нее уже пробивалась молоденькая травка. На таких же островках стояли другие защитники сквера. На таких островках, на которых только что были тюремные камеры. Среди них находился, и, недоумевая по сторонам, смотрел муж мадам Григорьевой. А дальше, друзья... Дальше все было... Ну, красиво, прям как в кино. Сквозь затухающее облако пыли и тумана Григорьев увидел силуэт своей жены. А она увидела его. И продолжали звенеть колокольчики. И супруги бросились навстречу друг другу. И они слетелись, как две красивые птицы. И обнялись, и закружились, будто во сне. «Не стреляй!» Захлопал в ладоши. Таня подхватила. И тут сразу все пространство взорвалось аплодисментами и овациями. И тут уже обнимали всех-всех. Кто кому попался. Конечно, такое счастье. Победа! Прилетела сорока-трещотка. Ну, главное СМИ лесное. Увидела не стреляя. Увидела Маську, котенка. Выяснилось, что к чему. И понеслась во всей округе радостная весть. Ребенок нашелся. Да не один. С ним еще котенок. Сенсация, сенсация. Щенок Маська спас котенка. Был один, стало два. Друзья навеки. И на этот крик сбежались все звери, которые искали по всему городу Маську. Они радостно присоединились к колонне людей. И стали вместе с ними праздновать победу. Ликуя и празднуя, это шествие незаметно пришло в тот самый несчастный сквер, с которого и началась наша история. И тут все сразу притихли. Сад после вторжения полиции выглядел как военный полигон после учений. Все вокруг было разворочено, поломано, развалено. Унылые пеньки, как кладбищенские памятники, торчали тут и там. Клубы были измяты. Поперек дорожек, как покойники, лежали стволы деревьев. Ах, как бы я хотел, чтоб все эти деревья снова ожили, сказал, не стреляй. И как только он произнес эти слова, как сразу раздался волшебный свет, зазвенели колокольчики, и по дорожкам поплыли золотистые облака. На одном из них восседала, как в карете, золотая рыбка. Будь по-твоему, лесник, сказала золотая рыбка. По твоему хотенью, по моему веленью, оживай сад, расцветай пуще прежнего. И тут все лежащие деревья заскрипели и стали оживать, как в сказке. Они опирались своими ветками, как руками, а землю выравнивались, вставали на свои корни и заново прирастали к ним. Более сильные помогали подняться слабым. Птицы и звери тоже не остались в стороне. Они бросились на помощь зеленым братьям. Они поднимали их, выравнивали, и деревья вставали в полный рост. Увядшие листочки зашевелились и потянулись к солнцу. Птицы со всех крыш послетались и разом запели на перебой. Так, ну, не как обычно на перебой. А более стройно. Они исполнили Вивальди, представляете? И под эту музыку случилось еще одно чудо из чудес. Электрические столбы, заборы, старые деревянные скамейки. В общем, все, что было деревянного в сквере, тоже пустило листочки и пустило цветочки. Все стало благоухать. Защитники сквера обнимались, радовались, праздновали, поздравляли друг друга с победой. Котенок и щенок весело дуратились, прыгали вокруг взрослой компании. И вдруг Маська остановился и стал принюхиваться. Унюхав что-то интересное, он тяфкнул и побежал в кусты. Ну, котенок, естественно, побежал за ним вслед. В кустах послышались возня, ворчание, урчание, хруст сухих веток, и все сразу догадались, что малыши саняты каким-то очень-очень важным делом. Через минуту ожесточенной возни из кустов показался Маськин хвост, потом задние лапы, потом туловище, потом передние лапы, потом голова и, наконец, добыча. Это был нестреляевский ранец, на котором торжествующе выседал котенок. Тогда, во время потасовки с полицейскими, этот рюкзак был брошен в кусты, а потом уж нестреляю было и не до него, столько всего случилось. С тех пор рюкзак так и пролежал под кустом, пока его Маська не нашел. Ну, тут все, конечно, стали радоваться, нахваливать щенка, гладить его, трепать за уши, обнимать. Он стал всех слюнявить. Маська тоже гордо улыбался. Кстати, не каждый собак умеет красиво улыбаться. Не все умеют улыбаться. А вот Маська, он собака-улыбака. У него такая шелка голливудская улыбка, как у звезды. И, представляю, тут же вспомнил про свои лесные гостиницы. Он открыл мне шелк и стал, стал, как Санта-Клаус, создавать друзьям подарки. Там баночки с вареньями, баночки с оленьями, мешочки с орешками, с каленьями, там всякие. И, когда закончились гостиницы, он достал букет фиалок, который он припас для секретарши Тани. «Ой, какое чудо!» сказала Таня. «Какая прелесть!» воспитала мадам Григорьева. «Не стреляй, на мгновение!» призадумался. Потом разделил букет на две части, одну подарил Таню, а другую мадам Григорьеву. На этом наша сказка, друзья, заканчивается. спасибо за то, что вы были с нами. Надеемся, что... А с нами были Светлана Ефремова, Артур Ганжумян, Ирина Варзина, Стас Почобут, Юрий Любченко, Анна Галущенко, Александр Леонов, Витек Райчук, Светлана Иванченко, Ольга Смельникова, Владимир Геночко. Благодаря тому, что мы с вами так хорошо беседовали, это начиная с февраля месяца, по-моему, с конца февраля мы запустили этот проект. Но сегодня финальный день. Благодаря тому, что я вам это все прочитал, пропустил через себя, сказка немножко отрихтовалась. И мы надеемся, что мы сумеем ее в каком-то виде вам ее преподнести. Бумажным ли в формате аудиокниги ли. В общем, это будет. Так же, как были опубликованы сказки. «Не стреляй его друзья», или сказка про Карлушу, или про Арлиса. Все это еще. А если кто-то хочет заполучить сказки «Не стреляй его друзья» и Карлуша, может ко мне обратиться, написать мне письмо в фейсбуке. Елене Пинчук. Я вам вышлю даже почтой. С автографом. Конечно, с автографом. С автографом настоящего автора. Он обещал. Не обещал. Друзья, ну вот на этом все. Пишите. если чего-то упустили, ищите в предыдущих сериях. Я думаю, что мы это выпустим и в печатном виде. Ссылочку дадим после эфира на плейлист, где собраны все выпуски сказки «Не стреляй его друзья» в городе. Но это для малышей. Да, приглашаем заодно пригласить на наш спектакль, который называется «Маленький принц». Мы его выпустили и то там, то всем мы его будем показывать. А в 21.00 мы с вами еще не прощаемся. Совсем, совсем мы не прощаемся. Такой замечательный день. Мы вам сыграем еще одну обалденную песню. Но это будет в 21.00. приблизительно через минуту 45. Да? Ну, через 43. Пока. До встречи. Пока. До встречи, Чебрашка. А Мишка? И Мишка, чего? Мишка не остался. Мишка не остался, не остался. Пока. А, кстати, напишите, хотите ли вы продолжать передачу «Наша сказка»? Может быть, мы прочитаем других сказок вам. Или напишем. Да. Вот. Мишка. Пока. Пока. Чебрашка. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.